На сцене музыка, а в голове бесконечный монолог о жизни, любви и неудачах. Гансу 27, его покинула любовь, здоровье подводит, а денег на жизнь не хватает. Роман Генри Хабиоля оживает в драмтеатре. Спектакль «Глазами клоуна». История одного дня комического актера. Это какой-то человек на переломе, на осознании себя, перед ним проходит вся его жизнь перед глазами. Мне кажется, каждый с таким сталкивался, когда где-то тебе грустно, где-то радостно от тех людей, которые были в жизни. Поэтому оно все очень близко. По крайней мере, для меня наши сцены с ним пропитаны какой-то нашим внутренним отношением друг к другу. И мне это близко. Александр Бондаренко – импресарио, близкий друг клоуна, главного героя. Я придумал, что я тоже циркач. И сам себе придумал тоже какие-то фишечки, вот как монетка. Когда-то я занимался тоже цирковым искусством, а сейчас я продаю цирковых артистов. Для себя внутренняя отсылочка. Все действия под живую музыку. За роялем Семен Лавриненко. Премьеру ставят ко дню рождения театра. Это традиция. А 89 лет назад все начиналось с небольшой студии. Сегодня театр большой и живой. Десятки актеров, звука и светоцехи, гримерки, костюмерные и реквизитные отделы. Сцена – это сердце театра. Но главные решения всегда за кулисами. Мы сейчас находимся… Святая святых. Это святая святых. Это кабинет главного режиссера еще со времен Надежи Степаны. Я здесь хозяйничаю. И здесь происходит все. От каких-то административных вопросов до читок и даже до репетиций. Здесь происходят все кастинги и даже уроки по мастерству. Как долго вы здесь хозяйничаете? В районе лет 10, может быть, уже даже немножко больше. Ксанв, Мюнхаузен, Лоренцо, Суворов – десятки ролей в одном человеке. Дмитрий Ахмадиев – актер по зову сердца, а еще режиссер. Конечно, главный – во всем. Образы, грим, декорации, трупа – все зависит от него. Все начинается с того, грим, как это видит и решает режиссер. Поступает команда от режиссера. Нам режиссер подсказывает. Главный режиссер. Каково носить такое звание? Знаете, буду ерничать, наверное, если буду говорить, о боже мой, как трудно. Всем трудно, да? Кто любит свое дело, тот любит трудиться. Я люблю безумно свое дело. Я в хорошем смысле фанатично даже его люблю. И в актерской профессии, и в режиссерской профессии дисциплина и самодисциплина. Встал, пошел, делаешь. А в этой комнате находится весь реквизит театра. Текстиль, посуда, предметы. Именно они создают сказку на сцене. В реквизитном цехе сотни предметов. Каждая декорация передает настроение спектакля. Вот, например, канделябры. На стене – разноцветные бусы. А рядом с афишами торшер – стилизованный из недавней премьеры. Варшавская мелодия. Это первая режиссерская работа Артема Мазура. Всего Советского Союза. От трудового коллектива. И от меня конкретно. Это тебе, Келли, новогодний подарок. Ей, смотри, какие туфельки. Нравится? Я тебя целую, Борисов. Я бы тебя сейчас так расцеловала. Но боюсь измазать. Репертуар театра должен знать каждый работник. Сразу проверяем. Для начальника реквизитного цеха – тест. Можете сейчас посмотреть на какой-то предмет и сразу сходу сказать, что это за спектакль? Да. Вот это что? Смешанные чувства. Цветы, чемоданы – это смешанные чувства. Вот эти цветы – это цилиндр. Зонтики. Зонтик идет у нас в сказке. Дюймовочка, гадкий утенок. Под каждую историю на сцене – свой образ. Яркие цвета, интересные фасоны и самые разнообразные ткани. Это костюмерный цех. Здесь подбирают образы для актеров. Платьев и костюмов очень много. Разрешили примерить кое-что и нам. Например, эта накидка из спектакля «Волшебное зеркало». Под нее надевают платье из парчи. Это тяжелая ткань из шелка. Узор вышит металлическими нитями. Такие наряды здесь еще со времен Надежды Аронецкой. Первого руководителя театра. Костюмы хранятся с основания театра. Это платье у нас хранится очень давно в костюмерном цехе. И вот сейчас оно у нас работает, я думаю, лет 30 точно. Сейчас вот это платье у нас работает в сказке «Волшебное зеркало». Вот такое вот красивое платье. Насколько сложно подбирать образ к спектаклю? Сложности особой нету. Нам режиссер подсказывает, какая роль, какого характера эта роль. И мы уже складываем по вот этой характеристике данного актера, мы уже складываем себе образ. Какое это будет платье, даже какого цвета, какой это будет костюм. Обувь и головные уборы подбирают под стать общему стилю. Все должно быть лаконично. Если платье из дорогой ткани, то и кокошник должен быть на уровне. Как перевоплотиться полностью и не узнать саму себя в зеркале, точно знают в гримерном отделе. О тонкостях искусства макияжа мы поговорим попозже. А пока раскрываем маленькую тайну. В театре есть целый шкаф с париками. Прическу тоже диктует роль. Короткая стрижка, каре, афрокудри или легкая укладка. В женской гримерке больше полусотни париков. Каждая новая примерка как испытание. Я никогда не думала, что это так сложно. Так, нормально там? Да, вроде да. А что с этим делать? Секундочку. Мне кажется, я ошиблась. Спередом. Есть в театре мужской гримерный цех. Там все куда проще. Сейчас мы готовимся к репетиции спектакля «Глазами клоуна». Любой спектакль, все начинается с того, грим, как это видит и решает режиссер. Мы не совсем, скажем, делаем такой документальный грим, не относимся к времени, определенному месту и так далее. Но как бы клоун, он диктует свои какие-то все-таки стереотипные направления, правила. Поэтому вот у меня подводка широкая внизу, глаз черный. Поэтому у меня будет пудра. Театральный макияж почти как в жизни. По крайней мере, трудности одинаковые. Как долго учились рисовать стрелки? Я учусь всегда. Они всегда разные. Я не знаю, научился ли я это делать. Это для меня такое новое, все-таки в жизни никогда этого не делал. А здесь теперь, да, приходится и брови подводить, рисовать, и стрелки. Что самое трудное в макияже? Наверное, ресницы. Ресницы, где спектакли, мне нужно красить ресницы. Это страшно для меня. Я не знаю. Наверное, дело привычки. Жизнь театра на сцене – это такая верхушка айсберга. То, что видит зритель, это, конечно же, большой праздник. Любой праздник готовится достаточно серьезное количество времени, и усилий прилагается очень много. Звуковое оформление. Естественная работа со светом. Естественно, мы даем какие-то направления, мы даем какие-то задачи. В итоге в картинку все это руководит процессом. В любом случае, да, наш директор театра Денис Абтер, который все это дело координирует. И таким образом весь этот концерн работает. Концерн работает и радует нас новыми постановками. Кстати, если вы пропустили премьеру «Глазами клоуна», не расстраивайтесь. Увидеть спектакль еще раз можно будет 29 апреля.